Ребятки, и всем здорова! Мы в горах! Второй год в нашего этой идеи будет сегодня очень сложной. Сегодня в выпуске нам понадобится джинсы, кофта, шапка. Вдруг там реально так холодно? Кроссовки, дрон, чтобы заснять красивые виды. Обязательно отчётче. Всё это в портфель. Если вы думаете, что я приду в город кроссовках, то вы ошибаетесь. Только любимые кроксики. За отличный поход. Изначально, чтобы начать восхождение, нам нужно доехать до населённого пункта, который называется Пейджик. Ехать туда 25 километров 26 минут. С основной трассы мы уходим на Пейджик. Высокогорная деревушка. И надо преодолеть вот такой серпантин. Заскочил в магазин, купил орешек и сникерса, чтобы скучно не было. Ну что же, пойдёмте наслаждаться этой невероятной красотой. Я впервые в этой деревушке. Пейджик, напомню, здесь открывается потрясающий вид на море. Да, море, кстати, не особо так видно. То ли дымка, то ли испарение от воды. Но вот когда я ехал пониже, там по серпантину, там, конечно, и острова какие-то виднелись. В общем, было красиво. Оставляем здесь машину. В принципе, туда есть ещё дорога. Ещё 2,5 километра можно, в принципе, ехать на машине. Но я, если честно, не хочу это делать на арендованной тачке. Поэтому пусть она будет здесь, а мы ножками прогуляемся. А ещё, когда находишься снизу, тахталы видно. Видно, куда ты идёшь. Видно, куда тебе нужно идти. А здесь смотришь, и тахталы нет вообще. Как будто бы тахталы вообще не существует. Нужно сейчас обязательно разобраться в картах. Понять, куда нам идти. У меня заранее оффлайн-карты скачаны. Поэтому сейчас просто ставим точку на саму вершину. Сюда. 3 часа на мети. 7,5 километров. В принципе, немного. Сама деревня находится на высоте 954 метра. Собственно, мы сейчас на ней находимся, на этой высоте. А тахталы 2345. Фу, я уже запыхался. Кстати, про острова, которые я говорил. Вот они. Видите? Три острова. Что это за острова интересные? Никогда я их не видел. Ладно, ребятки, отправляемся в путь. Дошёл я до первого указателя. Бейджик налево. Тахталы-Даджи. Или Тахталы-Дак. Вот, собственно, туда. Идём. Здесь вот есть даже схема. Схема, значит, всей Эликийской тропы. Как она выглядит. Есть, естественно, разные сложности. Вот они, да, получается. Можно идти вообще там исключительно по горам. По высокогорьям. Ну, вот, собственно, Тахталы. Высота 2365 метров. Здесь есть маршруты. Люди катаются на великах. С этой горы, представляете? Парапланиристы летают. Ну, и мы ходим пешком. Вот как классно. Начинается довольно-таки не очень приятная тропа, потому что вот эти камни, они все из-под ног вылетают. Я хочу сказать, что сам подъём, он такой. Вот, то есть, я там так шёл, а здесь всё. Придётся вот так вот идти. Очень медленно, аккуратно. Действительно, походу, 3,5 часа будем идти. Фух, офигеть. Кроссовки взял. Шапку взял. Здесь такая жара. Фух, что всё, приходится уже раздеваться. Очень жарко. Вот сейчас бы уже в море. Мы идём-то минут 10-15. Попали уже в лес. Если там мы шли на открытой местности такой, и солнце сжарило, то здесь вот в лесу уже комфортно, прохладно. Дошли мы до смотровой. Опять карта или кийки и указатель. Правда, немножко подломанный. Пойдёмте посмотрим. Как видно здесь, виды открываются. Фух, просто лес. Так, ладно. Здесь видно, что люди останавливаются. Что делать на привалах? Правильно, пирамидки строить. Вот, кстати, сразу на камнях есть маркировки красным цветом. Фух, и пошла немножечко дорога вниз, что, если честно, очень приятно. Вот, я лично хожу много по всяким там горам. Но здесь подъём такой, ну, прям затяжной. То есть здесь, надо, знаете, такой лайтовый брать шаг. Вот прям по чуть-чуть, по чуть-чуть, никуда не торопиться. Иначе мотор откажет. Я, прикиньте, такой уверенно иду, иду по вот этой вот а-ля дороге. Вот сюда прямо и резко голову поворачиваю, вижу такую шикс-указатель. Что, мол, типа, вот тахталы. Ну и что-то тут написано, и есть вот красные метки. И походу дальше дорога начинается уже вот такая вот. И идти нам вот так. Вот они указатели все, видите? красные и белые. То есть вот красная-белая, красная-белая. То есть всё. Теперь точно лоха закончилась, и нам предстоит уже двигаться по каким-то более серьезным дорожкам. Фух. Но непростой трекинг. Не для новичков точно. Ещё идти-идти на самом деле. Вот. Сил забирает много, конечно. Я попёрся через вот эти вот кусты все. Вообще, так можно было не делать, а просто идти по этой дороге. И она всё равно приводит к какой-то хижине. Я, кстати, на Ликейке сейчас не один. Я там уже увидел, какие-то ребята тоже делают это восхождение нелёгкое. Фух. Тахталуйдак. Мне кажется, здесь какой-то перевалочный пункт. Вот туалеты есть. Места для палаток. Ну и, видимо, здесь просто можно сделать привал. А главное смотреть, с каким видом. Здесь, кстати, есть родник. Можно набрать воды. То есть, кому-то надо. Ещё куча апельсин. Стоит соковыжималка. Видимо, здесь ещё и сок можно нажать. А дальше лестница. И всё. И снова погружаемся в лес. В лес. если честно, не понимаю, куда идти. Вот здесь дать штукоплакат. Видите, висит пиво, кока-кола, айран, фрукты, чёрный чай, кофе. Вот такое вот кафе кто-то придумал. Молодцы. Я дошёл, пожалуй, до первой, наикрутейшей смотровой. Здесь опять указатель. Люди. Мой, вот здесь. Шикарные. Видите, как красота. Виды, конечно, потрясающие. Ребята, кстати, наши соотечественники поднимаются. Словами перекинулись. И я пошёл дальше, потому что у меня есть определённый тайминг. Кстати, мы сейчас находимся на высоте 1350 метров. То есть, по сути, остался что там, ну, километр вверх и показывает ну, как высоты, а тропа идёт ещё 5 километров, то есть 5 километров ещё подниматься. 2 часа пишет. Спускаться будет точно легче. Но пока, пока, во всяком случае, ну, мне кажется, сюда можно смело даже идти, ну, новичкам, просто, опять-таки, повторюсь, просто аккуратно, не спеша, взять с собой водички, какие-нибудь перекусики, и тогда, да, красота. вот сейчас идти очень комфортно в лесу, прохладно, но из-за того, что идёшь, всё равно уже усталость, потеешь, вот прям идеально комфортно. В начале, когда шёл по солнцу, было, конечно, так себе, но вот эта хорошая история, она сейчас должна закончиться, потому что там выше уже нет никакой растительности, и вот там придётся идти прям по солнышку. Видите, чем дальше, тем тропа становится всё труднее и труднее, уже всё больше под ногами камней, которые постоянно надо перешагивать, на них наступать. Это, естественно, вот эти микродвижения, они, конечно, забирают энергию, силы. А ещё я тут шёл в самом начале и думаю, блин, зачем вот так вот делают, мусорят. А потом я понял, что вот эти вот ленточки пластиковые, они висят, вот сколько идут, столько они и висят. Через каждые буквально там 5 метров. Вот, видите, допустим, раз ленточка, вот два ленточка. То есть, помимо краски, краска просто не так часто встречается, а ленточки висят прям постоянно, чтобы не заблудиться. Фух, молодцы, кто это придумал. Нашёл себе полянку, немножко остановиться, надо перекусить, потому что уже хочется кушать. Я с собой из дома взял финики, потому что финики очень питательные, колоритные, да и в целом полезные. Сейчас финики, водичка, и идём дальше. Всё, двигаемся. Дальше, кстати, хочу отметить, что эта полянка на самом деле прикольна для палатки, если идёшь на полпути, поставить палатку, заночевать. Есть газончик, есть вот камушки. Видно, что здесь люди готовят еду на небольшом костре. А вообще, кстати, насколько я знаю, на Ликийской тропе вообще открытый огонь запрещён. Самое, что обидное, что камера, она не передаёт этих видов. Мне вот здесь чётко видно море, острова, но они такие, как будто в гудке, в тумане в каком-то. Не знаю, ладно, сейчас, когда поднимемся уже наверх, там посмотрим, ещё здесь чувствуется высота, перепад такой, и у меня начинает туши закладывать. Наверное, мы уже на 1500, 1600. Вот такие тропы. Я, кстати, когда искал информацию в интернете, как пешком дойти до Тахталы, я вообще ничего не нашёл. всё как-то пусто, а даже если кто-то и снимал, то это было снято очень-очень давно. И, ну, в таком качестве, без каких-то подробностей, что я надеюсь, что мой выпуск, он поможет многим людям закрыть свои вопросы, кто-то будет делать делать такое же восхождение, как я, в одиночку. В какой-то момент тропинка становится такой, то есть идти здесь очень трудно и не очень-то и приятно. Вот такие виды, да? Вот такая вот начинается тропа. Фух. Но всё равно видно, что ходят, видно, что она такая натоптанная. Фух. Да. Сейчас буквально через пару сотен метров уже вообще не будет никакой растительности. так. А куда здесь? Фух. Мы сейчас на высоте 1650 метров. Ну, свои эмоции просто. Говорю, что это, это не просто. Вот подъемы порой. Посмотрите, еще в рюкзаке вес, и он прям тянет назад в какие-то моменты. Даже пару раз оступился. Фух. И дальше, чтобы понимали, тропа всё круче, круче, круче и круче. Фух. Да, это называется испытай себя. Вот что дома не сидится? Выходной день. Вот что не сидится дома? Телевизор можно смотреть. Не знаю, там пиво попить. Ах, на море сходить. Нет. Славян просто в пузе лотоса прет в эту гору. Фух. Ладно. Опа, идем. Фух. Тут сложный был прям подъем лежа. сухостой. Вот такие здесь есть нюансы. Прям на тропу падает сухостой. Поэтому, конечно, нужно быть максимально внимательным сухих деревьев. огромное количество. Вон оно. Еле стоит. Поэтому надо ко всем звукам прислушиваться. Какой здесь ветер уже прохладный. Фух. Ладно, идем дальше. Кстати, вот эти вот сосны, видите, которые уже засохли, они очень напоминают наши кавказские самшиты. Ну так, знаете, издалека. Я думаю, сейчас вы мне напишите, какие самшиты. но просто вот издалека, не знаю, как камера передаст, что-то, что-то похожее есть. Фух. Слушайте, не верю своим ощущениям, ведь вот в какой-то момент мне кажется, сейчас, фу, даже заговариваю. Мы находимся на высоте 1700, и вот смотрите, в какой-то момент дорожка пошла вниз. Фух. Класс. Это прям лучшее, что могло сейчас со мной стучиться, потому что я иду уже, прям, ноги забиваются очень сильно. И вот эта дорожка вниз, она прям реально, кстати, сейчас была. Вот обрадовался на кинке вниз, а получается, что я немножко сбился с маршрута. Вот. Надо, типа, делать сейчас какой-то небольшой крюк. Блин. Вот по карте вроде сбился, а вот по этой навигации вроде хорошо и иду. Вот они. Веревочки эти висят. Ха. Странно. Либо в горах просто GPS так тупит, поэтому карта гонит. Ооо. Вам посмотрите, какие снежные вершины уже. Ай, красота. Прикиньте, как мы высоко уже. У меня такое ощущение, что мы поднялись прямо на какой-то хребет, потому что вот так вот смотришь, что-то все вниз вниз уходит, а вот здесь вот открывается вид на другой хребет. Сейчас мы это все дело узнаем. Фух. Фух. А самое, что интересно, представляете, саму вершину Тахталы не видно до сих пор. Вот всякие другие вот вершины уже нам открылись, а Тахталы нет. Вот какая-то вершина. И вот там прям такая дорога идет. Такое ощущение, что вот про что я говорил, что это спуск как раз для велосипедистов. Наверное, так. Вот, кстати, здесь полянка, привал. Вот, кому нужно. Есть бревнышко, есть следы углей. Ну и здесь, конечно, да, только посмотрите, какой здесь открывается вид. Фух. Я, кстати, впервые в жизни вообще вот так вот хожу в такой высокогорный поход. Офигеть. Ну, получается, вот по Ликийке я спустился вот сюда, дальше Ликийка продолжается вот в ту сторону, а нам нужно идти вот на этот вот хребет, а дальше, я так понимаю, уже за вот этим вот хребтом откроется как раз Тахталы. И вот здесь, кстати, очень важная история. Здесь идешь уже вот прям вот солнцем, под палящим. Сейчас у нас весна, жары все равно такой нету, здесь достаточно прохладно, поэтому как можно не без кедки. Но там какая красота, вы только посмотрите. У-ю-ю-ю-ю-ю. И вот видно, да, где леса заканчиваются, дальше уже нет никакой растительности, только скалы и снег. Ладно, друзья, двигаемся все выше и выше и выше. Что-то силы вообще уже, знаете, на исходе. Фух, ребят, кстати, которых там, ну так сказать, в начале пути еще встретил, тоже поднимаются, немножко оторвались. Сейчас уже вот после того, как они сюда пошли, здесь уже красная и желтая зоны, белая как раз туда уходят. Понятно, что они тоже идут на тахталы, это тоже их цель. Вот с этой точки идти нам осталось 1 час 2,6 километров. Смотрите, какие красоты открываются, ребятки, представляете, как высоко мы с вами забрелись. А какие хребты. не, такое вам никто не покажет. Смотрите, что там за моей спиной. Наконец-то идем к этой мечте, к этой цели покорить эту гору. 2 года я вынашиваю эту историю и вот наконец-то я туда иду. Главное, чтобы погода нас не подвела, чтобы резко никакие облака не случились. но на самом деле сейчас вроде несколько дней погода будет стоять очень крутая, поэтому я понял, что надо. Но вы только посмотрите. Обалдеть вообще. Просто невероятно. Круть. Я почти поднялся на этот хребет. Смотрите, снизу там какой-то домик. Скорее всего там есть кемпинговые места. Можно там заночевать и потом уже утром начать восхождение. Потому что сюда есть вот отсюда начать подниматься. Здесь можно встретить рассветы, можно встретить закаты. Ну а я для себя выбрал именно такое время, чтобы светило солнце, чтобы не было холодно. Вот смотрите сколько осталось. В принципе, чуть-чуть но еще потом на тавтала и надо я не могу передать эмоции это просто невероятно это мы еще не на самом верху вот это подъемчики ребятки вот это выходной это я понимаю ребята две тысячи пятьдесят метров вот это кайф осталось по высоте набора метров 300-400 и мы будем там ребят мы это сделаем я до сих пор не верю не верится но я же не просто так проделать просто громадный путь непростой тяжелый что однозначно мы поднимемся у ребятки вы только посмотрите какая красота она не бухты море видно офигеть слушайте это просто потрясающе фух мы почти поднялись на этот хребет вот я очень думаю что нас ждет за этим хребтом что же там остались считанные метры ребята по карте идти минут наверное 40 что ли вот последний раз написано а потом еще столько же вниз я только отключаю камеру вот так вот поднимаясь бау и вот она вершина друзья мои вот она и кажется словно она вот рядом но нет до нее еще идти идти потому что там даже снег даже сейчас наверно потрогаем его какие здесь роскошные долины вы только поглядите какая здесь красота вот а флаг турции висит я надеюсь я дойду как без какая усталость здесь вот небольшой такой перерыв видите мы идем даже может сказать немножко спускаемся кстати чё по погоде да я иду футболки но здесь прохладно наверное вы сейчас слышите что сильный ветер вот порой в какой-то вот такой ущелье попадаешь ветер прям холодный у меня уши мерзнут нос тоже холодный но в целом за счет того то что я иду мне хорошо комфортно посмотрим как будет дальше выше что же друзья мои добро пожаловать в снег вот пожалуйста он здесь есть ему уже осталось небольшое количество сотрить какая красота вот а тохталы уже виднеется супер вот прям самое время нажать лайк если вы это сделать забываете ребята этот выпуск заслуживает ваших реакций прям вот обязательно фу на самом деле финишная прямая небольшой перекус немного отдых ноги забиты красоты все ребятки вот буквально вот прям чуть осталось чуть относительно того сколько я прошел мы будем любоваться и миром да не только кстати кемером анталийским берегом самой высокой точке анталий ну чё пойдемте пойдемте а снежок слушайте это такой кайф вау все взбодрились теперь идем дальше вот сколько снега осталось есть соскучились по снегу а лка люди стоят и думают что это за дурочки тут ходят а вот это вот облачность ведь их затягивает вот это мне не нравится надо это ускориться хотя ускориться очень сложно ноги уже просто не идут пожалуйста то даже снеговика заслепил прикольно молодцы чуть-чуть прям чуть-чуть ребят осталось господи посмотрите сколько мы преодолели здесь стать чуть больше снега а вот она вот она вершина сейчас интересно что же здесь будет какой будет вид у нас должен открываться вид на море земочку вы только посмотрите охренеть вот вот ради чего я хотел сюда подняться ребята это просто невероятно вы посмотрите какая здесь красота это просто что-то нечто да мы это сделали вот остались буквально считанные метры мы будем на самом пике стоять но даже уже то что у меня получилось сюда вместе с вами забраться это дорогого стоит офигеть я даже не думал что здесь так красиво это супер ребятки это точно лайк здесь кстати отправная точка у парапланиристов но они вряд ли сесть находят пешком то у них другие причуды они все это поднимаются на канатки по моему сейчас канатка 30 долларов стоит туда обратно и сюда поднимаешься и отсюда уже разбегаешься и погнал слушайте как стрёмно и вообще как отключить камеру это невозможно смотреть какие красоты ноги больше не идут честное слово это все это реально это прям какой-то лимит у меня в ногах вот он весь кемер посмотрите какая красота вот он мыс чалыш это коса где юрик парк весь кемер ну вот прям чуть-чуть вон все естественно фотографируются все довольны конечно все же просто поднялись на канат очки а мы вот шли пешком я вы и еще там два человека но они постоянно как-то теряются из виду а вон они идут да вот короче им еще далеко сейчас точно будут кайфовать здесь вот для любителей холода можно прогуляться по снегу и вот здесь много с этой стороны мы дошли и это сделали это кстати вторая площадка парапланиристов уже на эту сторону прикиньте да откуда мы пришли просто офигеть можно у меня вообще нет слов я в шоке я вот реально до последнего не верил что получится что смогу кстати вот пожалуйста чиралы здесь просто круговая панорама офигеть вот она . просто офигеть вот эти острова которые мы там в начале где-то в лесу видимо невероятно вот ради этого точно стоило идти испытать себя 3 последние метры я добрался как много людей и все наши кстати а вот как здесь устроена канатка конечно не подъем такой прям вертикальный внутри кстати есть кафешки туалеты можно перекусить и подняться еще на самый верх на последний этаж вот она и смотровая вот отсюда открываются круговые виды вот оттуда-то я пришел откуда-то ну в принципе все что мы видели уже с других уголков здесь просто чуть повыше класс видите какое испарение от воды идет вода становится теплее сейчас небольшой отдых заправляемся и начинаем путь обратно кстати это восхождение заняло у меня три с половиной часа плюс 30 минут я еще ехал на машине но я думаю что обратно спускаться уже будет гораздо гораздо быстрее все-таки спуск это не подъем все ребятки докталы говорим до свидания я очень рад что у нас это получилось я очень рад что я застал ту гору когда здесь лежит снег я очень рад что все-таки получилось дойти осталось только спуститься но на самом деле если вы смотрите этот выпуск то у меня удалось спуститься и все хорошо в общем ребятки кто досмотрел до конца огромнейшим спасибо огромное вам спасибо что смотрели поддержали лайком написали комментарий вот это вот мое такое путешествие достаточно сложное я буду сами прощаться увидимся уже в новом видеоролике наконец-то наконец-то мы с вами вместе покорили эту гору пешком супер все всем спасибо за просмотр спасибо за просмотр Субтитры подогнал «Симон»